Здесь жила мама-свинья, когда была маленькой свинкой. В давние времена. А это постель, на которой мама спала. О, прыгучая постель! Вы такие же, как мама, когда она была маленькой. Мама тоже прыгала на постели? Ну, конечно. А сейчас мама всегда запрещает нам прыгать на постели. Когда мама была маленькой свинкой, она была непослушной, как и вы. Это правда? Да. А теперь пойдемте навестим дедушку свина в саду. Дедушка свин! Дедушка свин! Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Джордж! Посмотрите на мою морковку! Дедушка свин очень гордится своими овощами. А тут растет мой горошек. Но лучше всего растет мой салатик. О, нет! Где же весь салатик? Я думаю, что твой салатик съели птички. Да, птички. Почему же тогда мистер Пугало их не распугал? Потому что птички, которые съели мой салатик, ужасно глупые. В чем дело, дедушка свин? Твои друзья снова поели все мои замечательные овощи. Какие друзья? Том, Дик и Гарри. Их вовсе не так зовут. Бабушка свинья держит курочек. Ух ты! Поздоровайтесь с Джемаймой, Сарой и Ванессой. Здравствуйте! А это наш Невил. А Невил курочка-мальчик? Да, Пепа, он у нас петушок. Он хуже всех. Выкапывает все мои овощи. Невил даже мухи не обидит. Я видел, как он ел мух. Фу! И он склевал мой салатик. Вы ведь не хотите клевать дедушкин салатик, не правда ли? Пепе и Джорджу давно пора в постель. Спокойной ночи, мои свинки. Дедушка и бабушка свиньи пришли на ужин. Привет! Привет! А где Пепе и Джордж? Они уже спят. О, ну я так хочу их увидеть. Можно к ним заглянуть? Хорошо, бабушка свинья, только очень тихо. Бабушка свинья! Бабушка! Здравствуйте, мои милые крошки. Вам же пора спать. Расскажи нам сказку. Хорошо. Но только если пообещаете после нее сразу заснуть. Мы ляжем спать сразу после сказки. Ну ладно. Давным-давно жил, был... Маленький мальчик по имени Педро Пони. Он нашел волшебную фасолину. О, да. Тогда Педро посадил фасолину, и она выросла в огромное фасолевое дерево, которое дотянулось до неба. Все правильно. Педро забрался на самую вершину дерева и увидел... Большого и ужасного гиганта. Но я так не хочу. Я хочу про принцессу. О, да. Там он увидел прекрасную принцессу Пеппу. И сэра Джорджа, отважного рыцаря. И повара, который готовит самую вкусную еду на свете. Мама-свинья, папа-свинь и дедушка-свин ждут и не ужинают. Я пойду посмотрю, что задержало бабушку. Что дальше в этой сказке? Непослушная бабушка-свинья, ты же разбудила малышей. Мы обещали заснуть только когда сказка закончится, дедушка. Я умею заканчивать сказки. Бабушка, можешь идти вниз. Я скоро приду. Там был мальчик Фасолина, прекрасная принцесса, отважный рыцарь и повар, который очень вкусно готовит. Пей в колокол! Поверни штурвал! Есть, капитан Пеппа! Прыгайте на месте! Капитан Пеппа любит командовать. Пожалуй, я снова буду капитаном. Не хочу во что-нибудь врезаться. Вести судно непросто. К счастью, я хороший рулевой. Ну вот, катер дедушки-свина налетел на небольшой остров. Дедушка, мы застряли! Я позвоню бабушке. Она пришлет помощь. Дедушка-свин уронил свой телефон в воду. Бабушка-свинья слушает. На помощь! На помощь! Видите? Проще простого. Дедушка-свин говорит проще простого. Ты глупая старая птица. Ты глупая старая птица. Здравствуй, Поли. Что ты здесь делаешь? Дедушка-свин говорит. Что говорит дедушка-свин? Ты глупая старая птица. О! На помощь! На помощь! Какой кошмар. Дедушке нужна помощь. Дедушка-пес. Здравствуй, бабушка-свинья. Дедушке-свину нужна помощь. Пожалуйста, спаси его. Мадам, я буду счастлив. Дедушка-свина и попугай Поли охраняют сокровища. Да будет черный гален быстрым, и пусть ветер дует нам в спину. А что это значит? Бегом к кораблю. Я-а-а! Осторожно, спасательные жилеты. На корабле дедушки-пса все должны быть в спасательных жилетах. Этот подлый пёс-борода уже должен был приехать. Выпей чашечку чая, дедушка-свин. О, спасибо, бабушка-свинья. Наконец-то, готовый к плаванию. Мистер пёс-борода, мне очень нужно в туалет. И мне. И мне. И мне. И мне. И мне. Что же они так задерживаются? Алло. Дедушка-пёс, ты ведь сказал, что вы уже едете. Да-да, мы почти на месте. Понадобилось время, чтобы собрать команду. Отдать якорь! Полный вперёд! Алло-борода! О, вот пираты мы, уйдём по полюбам. Церковь ещё найдём мы. Вперёд, ура, вперёд! Вижу землю! Детишки прибыли в сад дедушки-свина. Нам нужно забрать сокровища так, чтобы нас не поймали. Ура нашим пиратам! Тише, мама! Надеюсь, что поблизости нет коварных пиратов, которые хотят забрать моё прекрасное сокровище. Пеппа и её друзья взяли монеты и их не поймали. Шоколадные монеты! Дети обожают шоколадные монеты. Мам! 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 Ага! Попался! А дедушку-пса поймали. Только попробуй забрать моё сокровище. Мама, а что сказал месье-осёл? Он спросил, может ли малышка-дельфина навестить нас. Здорово! Ослик-дельфина – очень близкая подруга Пеппы из Франции. Дельфина приезжает изучать английский язык. Ура! Нужно спешить. Поезд дельфины скоро прибудет. Конечная остановка. Всем на выход! Это поезд дельфины! Дельфина! Бонжур! Бонжур – это здравствуй по-французски. Бонжур! Бонжур! Бонжур, мистер-осёл! Мамочки, этот огромный чемодан для дельфины? Да. Дельфина привезла с собой кое-какие мелочи, которых у вас нет. Сыр, хлеб, помидоры, воду. Оре-вуар, дельфина! Я приеду за тобой завтра вечером. Куда мне поставить багаж дельфины? В мою комнату. На самом верху дома. О! О! Это багаж на одни сутки? Да. И поэтому я собрала небольшой чемодан. О! Итак, дельфина хочет изучать английский язык, и мы все должны ей помочь. Да, мама. Сначала я должна извиниться. Я не очень хорошо говорю по-английски. Ты говоришь не так уж плохо. Вы очень добры, месье Свин. А можно задать вам вопрос о разговорном английском языке? Конечно. Я специалист по разговорам. Спрашивай. Английский разделённый инфинитив – это форма неправильного глагола или прошлое местоимение. Уже совсем поздно. Приготовим дельфине постель. Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Сьюзи! Эй, дети. Сегодня мы будем играть в магазин. Кто хочет быть продавцом? Пусть Пеппа и Сьюзи будут продавцами. Все остальные будут покупателями. Пеппа и Сьюзи будут понарошку торговать в магазине. Что мы должны делать? Я буду брать деньги, Сьюзи, а ты смотри за полками. Хорошо. Пёс Дэнни – первый покупатель. Здравствуй, продавец! Здравствуйте, мистер Пёс. Можно мне печенье, пожалуйста? Сьюзи, у нас есть печенье? Нет, но есть игрушечный телефон. А сколько он стоит? С вас сто долларов, пожалуйста. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Здравствуй, продавец. Можно мне немного хлеба, пожалуйста? Нет, но ты можешь купить игрушечный дом. Вам положить его в пакет, сэр? Да, пожалуйста. С вас один цент, пожалуйста. Ой, у меня денег не хватает. Вы можете заплатить в следующий раз. Ох, какая тяжёлая работа. Да. Здравствуйте, продавец. Что я могу купить за миллион тысяч долларов? Сьюзи, скажи, а что у нас есть за миллион тысяч долларов? Хм, морковка? Да, пожалуйста. Кролик Ребекка любит морковку. Пора домой. Папа-свин приехал за Пеппой и Сьюзи. Папа, у тебя был трудный день? Да, я очень много работал. Мы тоже очень много работали. Пока, Сьюзи. Я вернусь. Скорее, Сьюзи. За тобой попозже. Джордж, Ричард, медсестра Сьюзи приехала. И сестра Сьюзи говорит, это не страна динозавров. Это больница. А в больнице должны быть чистота и порядок. Спальня больше не страна динозавров. Это больница. Я очень важный доктор. Хм, этот динозавр болен. Согласна, доктор. У него очень больной зеленый цвет. Он должен лечь в постель. А этот динозавр очень фиолетового цвета. Да, доктор. Он тоже должен лечь в постель. Динозавр! Тишина в больнице. Спальня больше не больница. Теперь это железнодорожная станция. Нет, нет. В стране фей не бывает поездов. О, теперь это страна фей. В стране фей разрешено только красивое. Что тут за плач такой? Джордж и Ричард хотят играть в динозавров и поезда. А мы хотим играть в больницу и в фей. Хм, я вижу, дождь уже перестал. И что? А то, что вы все можете играть на улице. Но они любят игры для маленьких мальчиков. А мы любим игры для больших девочек. А что можно обычно найти в саду после дождя? Грязные. 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 Пеппа и ее семья едят спагетти. Вкусно. А еще спагетти есть? Папа-свин, ты уже три порции съел. Еда дает мне силы. А мне нужны силы для веселого бега. Тебе нужно тренироваться в беге. А если сегодня я потренируюсь в еде, а в беге завтра? Нет, папа. Ты должен заняться бегом сейчас. О-о-о. Идем, папа. Стой быстрей. Ха-ха-ха. Это легко. Под гору бежать легко. А бежать в гору трудно. Пожалуй, не надо было есть столько спагетти. Настал день веселого бега. Мадам Газель сделала схему, чтобы показать, сколько должен пробежать папа-свин. Если папа-свин добежит сюда... Это наш магазин. Потом сюда. Гараж моего дедушки. А потом вот сюда. Замок ветров. То нам хватит денег, чтобы починить школьную крышу. Я сделаю это сейчас. На старт, внимание, марш. Я сделал это. Теперь можно устроить пикник. Смешной папа. Это просто рисунок. Да, но теперь нужно добежать до настоящего замка ветров. Ой. На старт, внимание, марш. Ура! Ура! Давай, папа-свин, ты сможешь! Давай, автобус, ты сможешь! Школьный автобус добрался до замка ветров. Теперь все могут наслаждаться пикникам. Воды! 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 Какой чудесный жаркий день! Джордж и папа-свин стоят в очереди на спиральную горку. Хм, она слишком высокая, Джордж. Ты уверен, что хочешь прокатиться? Один доллар, пожалуйста. Один доллар? Он на доброе дело пойдет. О, ужас! Горка слишком высока для Джорджа. Только не волнуйся, Джордж. Я поднимусь к тебе. С вас один доллар, пожалуйста. О-о-о! Джордж больше не боится высоты. О-о-о! Она очень высокая, не правда ли? Я лучше спущусь по лестнице. Вся лестница заполнена детьми. Вниз только туда, папа-свин. О, хорошо. О-о-о! Собирайтесь, собирайтесь Попадите в цель и выиграйте гигантского мишку Ты запросто попадешь, мама Мы не хотим выигрывать еще одного мишку, Пеппа Не волнуйтесь, вы не выиграете Женщины не попадают в цель Простите, что вы сказали? Это целое искусство Сколько стоит попытка? Один доллар Мама-свинья выиграла Невероятно! Вот ваш гигантский мишка Ура! Я тоже хочу такого мишку, мама Он слишком большой Ничего подобного Папа-свинь и Джордж катаются на чертовом колесе Держитесь крепко О, это по-настоящему высоко Я рад, что все кончилось Пять полных оборотов за один доллар Пять полных оборотов... Да, эту проблему мы хотим решить О, это много времени займет Это займет столько, сколько потребуется Ковсы, ковсы Джордж любит экскаваторы Сюда, мистер Носорок Слушаюсь, босс Мистер Бык здесь начальник Мистер Бык, а откуда льется столько воды? Она выходит из сломанной водопроводной трубы под землей Как вы будете ее чинить? Мы выкопаем яму Ух ты! Мы перекроем воду Джордж обожает краны Краник, краник Мы достанем старую трубу И поставим новую Спасибо, что показали нам свою работу Ну, не проблема Пока Увидимся позже О, боже Джордж не хочет уезжать от мистера Быка Мы же едем на детскую площадку, Джордж Ты поиграешь с экскаватором и краном в песочнице И мы увидим мистера Быка опять по дороге домой Пеппа и ее семья приехали на детскую площадку Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Пеппа! Слоненок Эдмонд и кролик Ричард играют в песочнице Врум! 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 Пошли играть в песочницу Пошли! Стойте! Что тут случилось? Мы ремонтируем дорогу Ай! Мама! Почему ты так одета? Я еду на пожарную тренировку для мам Это просто повод поболтать за чашкой чая Да? А ты что сегодня делаешь, папа-свин? У меня важная встреча с футбольной командой Пап Ха! Взрослые мальчишки соберутся, чтобы погонять мяч У нас и барбекю будет Это мистер Бык, мистер Кролик, мистер Пони и мистер Зебра Му! Папа-свин идет играть Пошли! Мама, а можно нам посмотреть пожарную машину? Да! Отлично! Это пожарная станция Мисс Кролик Здравствуйте, Пепа и Джордж Входите, посмотрите пожарную машину Ух ты! Ма сына! Вот лестница, чтобы забираться наверх, шланг для воды и большой колокол, чтобы звонить. Динг-дон, динг-дон! А теперь поднимемся на колончу высматривать пожары. Здравствуйте! Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Джордж! О, кто хочет выпить чаю и поболтать? Неплохо бы. О, телефон! Пеппа, это пожарный телефон. Его используют только при пожаре. О, пожар! Пожар! Пожарная станция, где горит? Где пожар? Позовите маму свинью, пожалуйста. О, это папа-свин. О, папа-свин! Нельзя звонить по этому телефону, он только для экстренных вызовов. Это экстренный случай. Я нигде не могу найти томатный соус. Папа-свин, мне разжечь огонь? Да, пожалуйста, мистер Кролик. Будь осторожней с барбекю, папа-свин. Страну уток, пожалуйста. Езжайте прямо вперед по дороге. Мы ездим в страну уток на трейлере своем. Добро пожаловать! Сколько вам билетов? Два взрослых и два детских. Приятной встречи с утками. Где же утки? Может, они в отпуске? Давайте устроим пикник. Утки всегда появляются... Когда у нас пикник. Пеппа и Джордж любят пикники. Смотрите, это утки. Постой, папа. Хлеб нам нужен для уточек. Хо-хо, хорошо. Здравствуйте, миссис Утка. А вот еще утки. Здесь все их братья и сестры. А вот и еще утки. Это бабушки и дедушки. А вот и тетушки с дядюшками. Хо-хо-хо, от нашего пикника ничего не осталось. Утки, скажите спасибо папе-свину. Хо-хо. Всегда рад помочь. Хи-хи-хи. Мне нравится страна уток. Ха-хо. Пора ехать домой. Интересно, какая дорога самая короткая? Поезжайте прямо вперед в реку. Ой, ты уверена? Да. Съезжайте в реку. Но мы не сможем ехать по реке. Да. Она говорит глупости. Пожалуйста, нажмите синюю кнопку. Трейлер въезжает в реку. Наш трейлер превратился в лодку. Этого я не ожидал. Фантастика. Мы все должны много заниматься, а еще часто есть фрукты и овощи. А что именно мы должны есть, мистер Картошка? Яблоки, апельсины, морковь, помидоры. А картошку? А-а-а... Почему вы не такой маленький, как обычная картошка? А-а-а... Потому что он не такой, как обычная картошка. У него есть ноги. У обычной картошки ног не бывает. Он же супер-картошка. Мы смотрим ваше шоу каждое утро. Очень хорошо. И не забывайте присылать мне рисунки. Пришем! Пеппа и ее друзья в детском саду. Детишки, сегодня мы с вами будем рисовать для мистера Картошки. Ура! Я рисую сочный ананас. А я нарисую морковку. Очень хорошо. А что ты рисуешь, Эмили? Горошек. Прекрасно. А Педро? Это супер-картошка. О, понятно. А Джордж нарисовал замечательный помидор. Пеппа, а какой овощ ты нарисовала? Это мой папа, когда он смотрит телевизор. О, превосходно. Сейчас мы положим рисунки в конверт и отправим их мистеру картошке. Уже утро и пора смотреть шоу мистера картошки. Прошу, встречайте всеобщего любимца, мистера картошку. Мы отправили рисунки мистеру картошке в одном большом конверте. Вы получили их конверт? Он же не слышит тебя, папа. Он сидит в телевизоре. О, да, разумеется. Я получил конверт, полный ваших рисунков. Этот помидор кажется очень сочным. Этот Джордж сам нарисовал. Молодец, Джордж. Пони Педро, какой у тебя талант? Волшебные фокусы. Перед вами стоит стакан воды. Она мокрая и прозрачная. Сейчас я сделаю так, чтобы вода вдруг исчезла. Пожалуйста, закройте глаза. Откройте глаза. Вода пропала. Спасибо. Слоненок Эмили. Я буду играть на дудочке. А какой у тебя талант, Ребекка? Я умею издавать особый звук. Он получается только, когда я встаю на цыпочки. Это очень здорово. Да, но что же мне показать? Кэнди, какой у тебя талант? Скакалка. Я собиралась прыгать через скакалку. Но я еще могу станцевать или даже спеть. Мой талант – это пение. Мерцай, мерцай, моя звезда. Я все еще могу станцевать. Овечка Сьюзи, какой у тебя талант? Танцы! Нет, ты не можешь танцевать. О, Боже. Танцы были последним талантом Пепе. Мне так приятно, что каждый из вас показал нам какой-то новый, особенный талант. Так, кто у нас остался? Пепа? Я собиралась скакать или петь или танцевать. Но эти таланты показали. Талант может быть каким угодно, Пепа. Здравствуйте, детишки. Сегодня мы с вами узнаем все, что нужно знать о цифрах. Кто знает, зачем нам вообще нужны цифры? Цифры нужны, чтобы считать? Да, Пепа. Кто из вас хочет немножко посчитать? Я! Я! Хорошо, Педро. Один, два, три, четыре. Педро посчитал до четырех. Молодец, Педро. Кто может посчитать дальше четырех? Я! 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 Ребекка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Ребекка посчитала до семи. Превосходно, Ребекка. Мадам Газель. Да, Кэнди. Моя мама умеет считать до десяти. Ух ты! Да, после семи есть цифры восемь, девять и десять. Восемь, девять, девять. Очень хорошо. Началась перемена. Кролик Ребекка, зебра Зои, овечка Сьюзи и Пепа очень любят скакать. Это лето. Это зной. Хочу, чтобы Сьюзи скакала со мной. Мы смеемся, мы не плачем. Пусть и Зои с нами скачет. Придумала. Давайте посмотрим, кто дольше проскачет без остановки. Я посчитаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Зои выиграла. Ура! 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 Педро, ты хочешь с нами немного поскакать? Нет, спасибо, Пепа. Я буду крутить обруч. Тили-тили, трали-вали, трата-та-та-ти. Ого! Как много книжек! Чшш, Пепа. В библиотеке нужно вести себя тихо. Почему? Потому что сюда приходят почитать в тишине. Следующий! Мисс Кролик, библиотекарь. Здравствуйте, мама свинья. Вы сдаёте эти книги? Да, мисс Кролик. Правильно. А почему компьютер бикает? Компьютер проверяет, не задержали ли вы книгу слишком долго. Эээ, пожалуй, я немного задержал эту книгу. Ничего, Папа-свин. Вряд ли она у вас очень долго. Ужас! Папа-свин, вы держали эту книгу десять лет! Стыдно, Папа! Простите, мисс Кролик. Ничего, теперь вы можете взять другую книгу. Мисс Кролик, а нам с Джорджем можно взять книжку? Да! Детский отдел находится вот здесь. Ой, смотри! Феи, цветы, красивые платья. Здравствуй, Пепа! Здравствуй, Дэнни! Я беру книгу про футбол. Здравствуй, Пепа! Здравствуй, Сюзи! У меня книга про медицинских сестер. Джордж выбрал книгу про динозавров. Динозавр! Пепа. Смотрите, что я нашел. Новые приключения в мире бетона. А вот рыжая обезьяна. Только не рыжую обезьяну. Она скучная. Это другая книжка. Может, она интереснее. Спорю, что нет. Жила-была рыжая обезьяна Она приняла ванну, почистила зубы и легла спать Нет, она прыгнула в ракету и полетела на Луну А вот и поезд! Чух-чух Мисс Кролик – машинист поезда Все по вагонам! Ура! Вот ваши листы с заданием Дети должны увидеть все, что есть на листе с заданием Кораблик, сигнальный пост А еще туннель Я вижу деревья А деревья есть в списке? А, нет Я вижу облака А облака есть в списке? Нет Я вижу дедушку-пса Приветствую вас! Привет, дедушка-пёс! А дедушка-пёс есть в списке? Глупышка Пепа, моего дедушки не может быть в списке Но он плывет на кораблике А кораблик есть в списке Ура! Дети отмечают кораблик на листах с заданием Билеты, пожалуйста Мистер Кролик пришел проверить у всех билеты А, кажется, я потерял свой билет О, надо же! Мяу! Да вот же твой билет, Педро! Ты просто сидел на нем! Хе-хе-хе Уж постарайся больше его не терять, Педро Поезд медленно поднимается в горку Поезд быстро спускается с горки Мадам Газель, меня немного тошнит Можно я пройду в начало поезда? Хорошо, Педро Ты можешь пройти в начало поезда Хе-хе-хе Здравствуй, Педро! Неважно, себя почувствовал Хочешь некоторое время повезти поезд? Да, конечно! Здравствуйте, мистер Бык! Мы везем Голди к ветеринару О, бедняжка! Тебе не здоровится, правда, Голди? Она не ответит! Она же рыбка! Разумеется! А может, она хочет послушать, как я играю на трубе? Хе-хе Какой звук забавный! Затем я еду в магазин инструментов, чтобы ее подчинили! О-о-о! Миссис Овца, миссис Кошка, мистер Зебра и мадам Газель тоже сели в автобус Добрый день! Четыре билета до магазина! Здравствуйте, мадам Газель! Мы везем Голди к ветеринару! О-о-о! Голди приболела? Вы ей нравитесь! Хе-хе-хе! Колеса делают круг за кругом, круг за кругом, круг за кругом Колеса делают круг за кругом, день за днем! Хе-хе-хе! Остановка магазин! Пока! Инструменты! Пока! Конечная! Ветеринар! Ветеринар лечит домашних питомцев О, это та грустная рыбка, что ничего не ест? Да, смотрите! Голди съела еду О, а дома она ничего не ела? Может быть, Голди просто было скучно дома, а интересная поездка ее взбодрила У вас очень счастливая и здоровая рыбка! Она чудесная! Спасибо вам, доктор Хомяк! Мама-свинья Пеппа и Джордж едут домой на автобусе Мистер Бык едет домой с починенной трубой Она стала прямо как новая, а! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Здравствуйте, миссис Трейлер Здравствуйте Мы едем отдыхать! Вы подскажете нам дорогу? Продолжайте ехать прямо по этой дороге Спасибо за помощь, дедушка-пес! Не за что! Хорошего вам отдыха! Мы едем отдыхать на трейлере своем! Хе-хе-хе-хе Опасность, опасность Масла мало Какого масла? Масло помогает двигателю правильно работать Масло может закончиться? Нет Компьютер всегда предупреждает заранее Масла нет Ну вот Хорошо, что у меня есть запасная канистра масла Молодец, папа Просто зальем масло в двигатель и... Что случилось? Здесь ничего нет Двигатель исчез Это мама овца с овечкой Сьюзи Здравствуй, Сьюзи! Хе-хе-хе Здравствуй, Пепа! Мы двигатель потеряли Двигатель потеряли? Да Он полностью исчез Я хотела бы помочь, но я ничего не знаю про двигатели Наверное, я скажу глупость Но это похоже на двигатель А, да Молодец, что нашла его, мама овца У трейлера двигатель сзади Вот Теперь масла хватит Спасибо, мам овца Не за что Хорошего вам отдыха Мы скоро приедем Поднимитесь на следующую гору Вы прибыли на место назначения Ура! Пора спать Смотрите, что я принес Мороженое! Хо-хо! Это наши любимые цвета Верно Мне зеленое Оранжевое мне Клубнично-красное мне А Джорджу? Инни Ха-ха-ха Вкусно! Смотрите, солнце появилось И смотрите, что еще появилось Радуга! Пеппа и Джордж любят радуги Радуга появляется, если одновременно идет дождь и светит солнце О-о-о! В ней есть все наши любимые цвета Да! Красный, оранжевый, зеленый и синий Ха-ха-ха! А знаете, что можно найти на конце радуги? Нет! Там можно найти клад Ой, а мы поедем искать клад Сейчас! Ладно Кажется, конец радуги на соседней горе Поехали! У-у-у! 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 Дождь и солнышко опять Вышла радуга играть Радуга, радуга Красный, оранжевый, желтый, зеленый, лиловый и синий Радуга, радуга Вместе солнышко и дождь Хе-хе-хе-хе-хе Приехали! Ой, а куда делась наша радуга? Она перешла на другую гору Ты шалунь, я радуга? Скорее, поймаем ее Радуга, радуга, вместе солнышко и дождь Хе-хе-хе-хе Дождь перестал И радуга пропала Ха-ха-ха! Не плачь, Джордж Может, радуга оставила нам клад? Здесь что-то есть Папа, ты нашел клад от радуги Да, я нашел Большая грязная лужа Ура, ура, ура! Уже утро Пеппа ведет Тедди детский сад в магазин Хе-хе-хе И в этом магазине продается все Апельсины, яблоки, бананы Очень интересно Хе-хе-хе-хе Это касса, где нужно платить за покупки Джордж хочет сделать фотографию Давай, Джордж Сыр! Сыр! Ха-ха! Хватит нас фотографировать, Джордж Хе-хе-хе-хе Ой, а где Тедди детский сад? Тедди детский сад пропал Папа, ты потерял Тедди детский сад! Не волнуйся, Пеппа Я уверен, мы его найдем Привет Как прошел день? Папа потерял Тедди детский сад О, нет! Но у меня есть план, как его найти Как ты будешь искать Тедди детский сад, Папа? Сначала мы напечатаем все фото, которые сделали Мама-свинья разбирает продукты Куда вы идете? Мы идем развешивать фотографии Тедди детский сад на деревья О! Папа, подожди! Зачем мы развешиваем фото на деревьях? Когда люди увидят фото Тедди Они поймут, что он пропал И помогут нам его найти О! Это Тедди в моей постели Хе-хе-хе А это Тедди на кухне Хе-хе-хе А эти снимки Джордж сделал в магазине О! Тедди детский сад! Я знаю, где он! Хе-хе-хе-хе О! Здравствуйте! Мама! Мы знаем, где Тедди детский сад! Хе-хе-хе Да, он был в сумке с макаронами и помидорами Хе-хе-хе Луна! Луна! Джордж притворяется, что надувной мяч – это луна Я играла с этим мячом! Ой! Игрушка Эдмунда приземлилась на голову Пеппи Хе-хе-хе О! Как у вас забавно! Вы собираетесь на луну? Это же скучные космические игрушки для малышей, папа! Они не настоящие! Но космос настоящий, Пеппа! И есть настоящие ракеты, что летают на луну! В музее есть выставка всего, что касается луны! Давайте посмотрим! Да! Нам действительно придется лететь на луну? Ну что ты, Пеппа, мы не полетим на луну! Мы просто пойдем в музей! Хорошо! А вот и этот музей! Приветствую вас! Вы пришли посмотреть лунное шоу? Да, мисс Кролик, пять билетов, пожалуйста! Получите! И приятного вам полета на луну! О! Мы что, в самом деле полетим на луну? Что ты, Пеппа, это все понарошку! Идите сюда, те, кто хочет на луну! Мистер Кролик работает гидом! О-о-о-о! Приготовились ко взлету! Это понарошку, не правда ли? Правильно, Пеппа! Это все понарошку! Пять! Четыре! Три! Два! Один! Слетаем! Все мы живем на планете! Кто знает, как она называется? Земля! Правильно! Хо-хо-хо! Я истинный специалист по космическим делам! Вокруг нашего Солнца вращаются еще семь планет! Кто знает, как они называются? Э-э-э... Меркурий! О-о-о! Молодец, Эдмунд! Венера! Марс! Юпитер! Сатурн! Нептун! И Уран! Эдмунд знает о космосе все! Я умный слоненок! А-а-а! Ха-ха-ха! Эти очистки для моей компостной кучи! А что это? Я покажу вам! Вот она! Это деревянный ящик! Да, Пеппа! Но это очень хитрый ящик! Я высыпаю сверху эти очистки! Вот так! А снизу выходит отличная жирная земля под названием компост! Как она получается? Это волшебный ящик! Хо-хо! Нет, Пеппа! У меня есть маленькие друзья, и они помогают мне! Где? Вот здесь! Смотри! О! Червячки! А-ха-ха! Червяки! Черви превращают фрукты и овощи в компост! Дедушка! Можно мы поищем червячков для твоей компостной кучи? Какая хорошая мысль! Пошли, Джордж! Будем искать червячков! Червячок! Червяки, червяки! Ты, червячок! Ты, червячок! Ты иди ко мне, дружок! Ты, червячок! Ты, червячок! Ха-ха! Молодцы! Будь хорошим червячком и преврати все это в компост! Ха-ха-ха! Потом я использую компост! Я знаю, знаю! Ты сажаешь семечко в землю, засыпаешь компостом, и из него вырастает дерево! Хо-хо! Да, Пеппа! Кстати, о деревьях! Идем, поможем бабушке! Она собирает фрукты в саду! В каком саду? Здесь растут фруктовые деревья! Этот сад у нас с тех пор, как я была поросунком! Ой, и мое платье испачкалось! Хи-хи! Мама-свинья и Джордж тоже нашли вещи для стирки! Молодец, Джордж! Ха-ха-ха! Мы кладем одежду сюда! И потом включаем машину! Стиральная машина заполняется горячей мыльной водой! Хи-хи-хи! Плюх! 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 Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! От стиральной машины вся комната трясется! Ой! Ой, Пеппа, а где твое платье? Я стираю его! Что? О, нет! Хи-хи-хи! Смотри, мама! Мое красное платье такое чистое! Да, Пеппа! Ну, посмотри, что она сделала с другими вещами! Ну вот! От красного платья Пеппы вся белая одежда стала розовой! Розовый цвет не годится для футболки! О-о-о-о! Папа-свин вернулся с работы! Всем привет! Здравствуй, Папа! Э-э-э... Папа, у нас небольшая проблема, и... Хе-хе! Потом расскажешь, мама! Мне пора собираться на футбол! Где моя футболка? Вот! Хе-хе-хе! Не выдумывай, Пеппа! Это мамино платье! Оно розовое! Нет, Папа! Это твоя футболка! Она немного испачкалась! И мы постирали ее! Но немного неправильно! Прости, Папа! Но я не могу надеть розовую футболку! Почему же, Папа? Розовый – красивый цвет! Хм... А ты как думаешь, Джордж? Фу! Джорджу не нравится розовый цвет! В чем же у вас проблема? У меня кашель! Хе-хе! Вижу! У тебя першит в горле или кашель грудной? Э-э-э... Я не знаю! Но он вот такой! Хе-хе! Хм... И когда ты начал кашлять? Когда мадам Газель стала петь! Ничего серьезного! Но кашель Петру может быть заразным! А что это значит «заразный»? Когда один кашляет, иногда другие тоже начинают кашлять! Мне нужно лекарство? Всего одна ложка! Боюсь, что оно не очень вкусное! Фу! Как старый ботинок, полный джема! Спасибо, доктор Медведь! До свидания! До свидания! Так я и думал! Кашель у Петра заразный! Пес Дэнни и овечка Сьюзи заразились кашлем от Петра! Хе-хе! Нет, Пепе, я не болею! Я каждый день съедаю яблоко! До свидания! До свидания! Пора домой! Из-за детьми приехали родители! Мама! Папа! А у меня кашель! К нам приезжал доктор Медведь и лечил нас! Он дал нам невкусное лекарство! Мадам Газель, теперь вы споёте песню? Конечно, Пепа! О-о-о-о! У Поли была кукла! Кхе-хе! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...